Кажется, что все слышали выражение «модальный глагол», а если нет, то у тебя проблемы, бро. Эти глаголы очень часто употребляются в английском языке, но если для тебя модальный глагол каждый раз звучит на заумном, и ты не знаешь, как и когда его употреблять, досмотри это видео до конца. Почему же эти глаголы так называются? Причина в том, что они выражают не само действие, а модальность, то есть отношение говорящего к действию. Все еще непонятно. Сейчас объясню. Кстати, можешь сразу нажать на колокольчик, подписаться на канал и написать в комментариях свою модальность к этому видео. Модальный глагол can является самым распространенным в английском языке. Он имеет три формы. Can, could и эквивалентную форму be able to. Поговорим о первой форме can. Что же это такое и с чем его едят? Can выражает физическую или умственную способность выполнить действия. Стоит запомнить, что форма can используется только с инфинитивом и без частицы to. Например, he can speak English. Он умеет говорить на английском. А ты? Can также можно использовать в пассивном залоге. Для этого мы добавим глагол be. Получится can be и основной глагол в третьей форме. Как в этом примере. Небоскреб может быть построен здесь. Не так уж и сложно, да? Если предложение утвердительное, то can употребляется для разрешения какого-то действия. Вот, например. Можешь идти. Если же предложение отрицательное, то используем отрицательную форму cannot или can't. Кстати, а вы знали, что это единственный модальный глагол, который с частицей not пишется слитно? А еще, что в 90% случаев cannot и can't нельзя заменить на cannot. Пишите в комментариях. Ну и логичный перевод модального глагола cannot, нельзя или не может быть. Например. Мисс, здесь курить нельзя. В вопросительных предложениях can не теряется, а даже наоборот, встает на первое место. Можно вас фотографировать? Помимо этого, в некоторых случаях can может выразить сомнение, изумление, просьбу и переводится как неужели. В общем, неплохой способ разнообразить свою речь. А еще один способ разнообразить свою разговорную речь, это присоединиться к нашему проекту с носителями языка Native Show. Ежедневное общение с носителями языка. Еженедельные созвоны в разговорных клубах. Настоящая разговорная среда по цене чашки кофе в день. Переходи по ссылке в описании и подключайся к Native Show прямо сейчас. Вторая форма глагола can – это could. В этом случае у модального глагола появляется новый смысловой оттенок – сожаление или предположение возможности в настоящем или прошлом. Если говорить о прошлом, то слово could можно представить в виде старушки, которая постоянно вспоминает, как было раньше. Например, Я могла переплыть реку, когда была девочкой. Или Когда у меня была страховка, меня мог сбить автобус. Кстати, это был пример из друзей. Знаете, что сейчас собирается выйти новая серия друзей, воссоединения? Вы ждете? А вот в настоящем или в будущем, could намекает на предположение или возможность какого-то действия. I could easily improve my English, studying in English show school. Я легко мог бы улучшить свой английский, учась в English show. Небольшая подсказка. Если в предложении можно использовать обе формы, can или could, то форма can будет звучать увереннее и категоричнее. Тут уже вы сами выбираете эмоцию, которую хотите донести. Например, Во втором случае предложение будет звучать менее навязчиво, скорее как бы намек. В теории все звучит просто, а вот в практике будет еще легче. Вот увидите. Не зря мы запустили проект Native Show, где вы сможете практиковать свои навыки с носителями английского со всего мира. Они точно знают, как использовать модальный глагол. Я лично проверил. Ну и осталась последняя форма – be able to. В чем же отличие от can или could? Самое главное, что в этом сочетании есть глагол-помощник to be. А значит, конструкция может принимать любую временную форму. Как бы если could – это старушка, то be able to – это молодой человек, который успевает все и везде. Он может позволить себе то, чего не может can – говорить о будущем, о прошлом, следовать после другого модального глагола или даже присоединять окончание –ing. Это, в общем, если говорить проще и короче, то конструкция be able to означает возможность совершения конкретного единичного действия в момент времени. Как бы могу вот конкретно это и это, конкретно тогда и тогда. Опять же, дело в эмоции, которую вы хотите передать. Я конкретный пацан. Модальные глаголы могут значительно разнообразить нашу речь. Стоит лишь в них разобраться. Носители используют модальные глаголы скорее интуитивно, но благодаря общению с ними можно легко владеть этой темой. И, кстати, если вам понравилось видео, ставьте лайк и переходите в проект с носителями Native Show. Вам точно понравится и you will be able to speak English fluently by the end of the year. С вами был Голос, English Show. Пока!